Добрый вечер, в эфире Неквести, я Олег Деренюга, о событиях политической жизни Николаева мы сегодня обсуждаем с политехнологом Александром Мухмановским, политологом Федором Левченко, журналистом Игорем Похом и Виталием Вороновым, депутатом двух созывов, даже не знаю как вас представить лучше, бывшим... Бывших не бывает, Олег. Ну, скажем так. Наша первая тема это ситуация в партии оппозиционный блок и точнее отгомозки того, что происходит в столице, с тем, как это влияет на ситуацию в Николаевской области, на город Николаев и на руководство партийное, на то, каким образом распределяются центры влияния и принятия решений в этой партии. По этому поводу я бы хотел в первую очередь спросить Федора Левченко, что сейчас с оппозиционным блоком? Для того, чтобы зрозумели наши ледачи, начнем с начала. Как только оппозиционный блок створился в Украине, с того момента сразу же начались разговоры о какие-то расколы. Вони были, соответственно, постойно. В последний час ці разговоры не были больше такого сильного характера. З'явились досить серьезные материалы статтей в «Украинские правды», в других серьезных ведениях, про разговоры между двумя группами вплива. Как вважают журналісти, это группа людей, которые ориентованы на Ахметова с Новинским, и группа людей, которые ориентованы больше на Львочкина с Фірташем, который сейчас находится за межами Украины. Эти события подогреваются людьми, которые откололись от оппозиционного блоку. Это партия «За життя» Мураев. Он довольно активно включился в процесс обговорения. И Рабинович. Рабинович так же, но Мураев больше говорит о том, что все-таки, наверное, какие-то процессы есть, процессы происходят. Если мы говорим про Миколаевскую область. Да, кто в Николаеве ориентирован на этих политиков, которых вы обозначили? Если, скажем так, сделать момент, что действительно какой-то разговор может быть, сразу же возникает вопрос. Мы помнимаем, что в Николаеве у нас керевник межской организации – это Игорь Сергеевич Дятлов, но и у нас есть областный керевник, это народный депутат Нечаев. Эти две люди, один ориентирован на Ахметова, другой ориентирован на Фірташа. Игорь Дятлов ориентирован на Ахметова. На Ахметова. А Нечаев на Дмитрия Фірташа. Он работал на его предприятиях, который постоянно в сфере... Он ранее работал на Крымском Титане. Крымский Титан и так далее, и тому подобное. Поэтому сразу же возникает вопрос, а как же они будут делить областную организацию, какие люди выйдут, особенно это касается депутатов. Очень интересная ситуация с районными организациями. Вы уверены, что деление будет происходить именно между группой Фирташа-Левочкина, то бишь Нечаева, и группой Новинского-Ахметова, то бишь Дятнова. То есть между этими двумя сторонами? Эти две группы – это основные. У нас есть прекрасные фотографии. Есть люди, которые абсолютно точно уже включились, уже ждут этой ситуации. Это и Максим Невенчин, и так далее, и «Украинский выбор», и «Рукоманов», и так далее. Они уже на таком, скажем так, старте чекают, обговорюють, подогревают свой статус, запускают и материалы, и разговоры, и так далее. Відбиваются, скажем так, подготовчивые процессы. Если будет раскол, они уже готовы себя презентовать в Киеве, готовы себя показывать и займать какие-то свои позиции в этой новой структуре. Насколько вероятен этот раскол, Александр? Я считаю, что вероятность всегда есть, но, по моим оценкам, на данный момент она слаба. Ну, небольшая. Тут интереснее намного… Ну, раскол сам по себе, он же никому не интересен, правда? Так же, как и создание новой партии, само по себе никому не интересно. Интересны только последствия. А если мы говорим последствия, ну, будем обсуждать, да, а что же это даст? Ну, как это изменит политическую карту? То, вот, по моим оценкам, в принципе, она особо и не изменит. Ну, да, возможно, ну, перетасуются какие-то люди, какие-то уйдут, какие-то заведут. Но, в целом, мы видим это в течение последних, в принципе, там, 12-13 лет. Ничего-то не меняется. Если мы посмотрим на эти фигуры, ну, Пиртыш прекрасно себя чувствовал, в принципе, не имея своей карманной партии. И у него есть отработанный прекрасный механизм покупки депутатов народных во всех абсолютно партиях. А на местном уровне? Через галей ему потребно, Макулаевич. А интересен ли ему местный уровень, да? То есть, он, в принципе, умеет продвигать свои интересы без создания, вот знаете, таких вот амбициозных личных проектов. Далее смотрим. Если мы посмотрим на раскол любой партии в Украине, опять же, за последние буквально там 16-17 лет, они в конце 90-х начались, то мы увидим, что одна партия оставалась, либо становилась основной главной, вторая умирала. Вспомним народный рух Украины и украинский народный рух, УНП, который чуть понялся и умер. То есть, в любом случае, если мы говорим про политическую карту, то даже в случае раскола, спустя небольшое время, у нас останется все равно один проект. Остальные будут дохленькие, карманненькие, да, невозможно даже их добиться каких-то маленьких. Как говорил Виктор Степанович Черноморгин, какую партию не создавая, получится все равно КПСС. Ну, то есть, одна все равно, то есть, у нас все равно останется партия регионов и что-то еще какой-то придаток. Сейчас, кстати, вот вы очень правильно сказали проект, да, потому что, если рассматриваем политическую симу не как партию, а как действительно проект, потому что оппозиционный блок по большому счету задумывался, ну, за несколько месяцев до выборов, и как действительно такой бренд, который бы саккумулировал тот протестный электорат, и особенно не заморачивались какими-то определенные идеологии, программы, стратегии. Мы назовем партию оппозиционный блок, и за нас будет голосовать вся оппозиция. И поэтому туда собрались разные группы влияния. Естественно, у партии разные бенефициары. И то, как это повлияет на город Николаев и на людей, представляющих оппозиционный блок здесь, и не представляющих. Вот, Виталий, вы, как человек, который наверняка общается, как бывший депутат, и с одними, и с другими, многие говорят о том, что одним из выгодополучателей вероятного раскома может быть украинский выбор, и его представитель здесь Максим Невенчиный. С другой стороны, другой человек, представляющий оппозиционный блок на городском уровне, и гордятнов, получается человеком, который наиболее всех теряет в случае возможного раскома. Как оцениваете ситуацию вы? Ну, я, если честно, с одной стороны, не понимаю, почему вы начали сразу вашу замечательную передачу, как бы с раскола оппозиционного блока, так называемого, которого пока, как мы видим, еще и нет. И будет ли это на самом деле раскол? Мне кажется, что вообще в нашем политическом пространстве постоянные процессы, деление, поглощение, они происходят постоянно. Это, безусловно, проблема, видимо, в том, что практически все партии, думаю, коллеги с этим согласятся, у нас лидерского типа, и идеологических, по пальцам можно перечесть, Саша вспоминал народный рух и тут же упомянул, что был раскол или перехватывание инициативы у другого лидера. Кроме народного руха, наверное, коммунистов больше никого особо и не вспомнишь, вот такой вот четкой идеологической партии, хотя у тех же коммунистов тоже были постоянные проблемы между Симоненко и Грачевым. Было, безусловно, определенный период времени, вот этот опыт, это очень важно, на мой взгляд, для партии, когда у партии есть опыт нахождения в оппозиции и во власти, когда ты с Олимпа падаешь вниз и, наоборот, поднимаешься. Это очень важно, когда ты имеешь этот опыт и побед и ошибки. Поэтому, возвращаясь к нашей, на нашу землю, мы, конечно, хотим поговорить больше о городе Николаеве, потому как о Фиртоше и Ахметове, думаю, будут говорить на киевских каналах. Я, если честно, Олег, пока не вижу никакой проблемы и не вижу никаких оснований для некого конфликта, что ли, или для каких-то процессов центробежных в оппозиционном блоке, в городском совете, как у самой мощной, самой большой политической силы. Я не знаю, хорошо у них или плохо, мы же с вами со стороны наблюдаем, да? Может быть, мы с вами сейчас скажем, хорошо это или плохо, но, насколько я слежу за вашим изданием или за газетой «Никвести», мы видим, что не все так плохо, да, и у оппозиционного блока, и в целом у той власти, которую сегодня в какой-то степени формирует оппозиционный блок. Хорошо это или плохо для оппозиционного блока, я не знаю. Это даст им ответ на это только выборы, правильно, Александр? Как мы можем об этом судить? Кто-то говорит, что так называемая, там, дружба, или как-то там по-другому называется. Свадьба, брак по расчету, коалиция, консолидация, много дефиниций для этого. Между мэром и между оппозиционным блоком в лице Игоря Азиатлова, в лице других лидеров, да, кто-то считает, что это хорошо, кто-то считает, что это плохо, кто-то считает, что для Александра Сенкевича это, безусловно, минус, потому как его избиратель, который голосовал, как мне кажется, опять же, за него, как за определенное противопоставление, как вы любите называете добро или как зло, сегодня эти грани стираются. Я не знаю, насколько для избирателя Александра Федоровича, если он дорожит, конечно, мнением и, значит, вниманием своего избирателя, которого было достаточно много во время выборов, да, я не знаю, насколько это важно для него. Или для него важен сегодня вот этот ситуативный союз для того, чтобы успокоить эти бури, которые бушевали в 16-м году, и мы с вами были свидетелями всего происходящего. Я не знаю. А точно так же, как для избирателя Игоря Диатнова, смотреть, как он как бы срастается с мластью, когда назначают, вот сегодня назначили Светлану Гмадун, Гмалой Ленинской районной администрации, Ингульской, назначен Александром Мельчук вице-мэром. Человек, который занимает должность управляющей делами, также имеет отношение к этим силам более оппозиционным, либо оппозиционным ли. Давайте об этом спросим у Игоря Поха, потому что вы мониторите, вы наверняка мониторите то, что происходит в городском совете, и все эти ситуации. Как видите ситуацию вы? Есть то, что называем Симченко свадьбой, или то, что называют коалицией? Давайте так, что начнем с того, что я согласен совершенно вот с Александром Ухмановским по поводу того, что, в принципе, а кому это интересно вообще? Вот разговоры о расколе, либо не о расколе, вообще вот эта внутренняя политическая кухня, она на самом деле никому не интересна. Ну это так, это реплика, просто я соглашаюсь со словами Саши. Многие неинтересные вещи на самом деле важны. Иногда. Хотя широкому кругу зрителей это может быть неинтересно. Я объясню свою позицию, если можно, чуть больше, чуть шире. Я всегда выражал абсолютное несогласие и страшное просто жуткое недовольство. Это мое внутреннее состояние. Вообще, в принципе, выборами местными на партийной основе. То есть я категорически с этим не согласен. До сих пор. Особенно в связи с последним законодательством. То есть, ну, можно... Только мажоритарка? Только мажоритарка. Минуточку. Ничего подобного. Спасибо. Ничего подобного. Ничего подобного. Пусть будет гречка. У кого-то гречка, у кого-то не гречка. Я попытаюсь объяснить позицию. Кого-то крупа другая. У кого-то другая крупа, да. Гречка, в конце концов, может и закончится. Будет пшено. Ничего страшного. Гречка никогда не закончится. Да, у нас может быть. Так вот, в чем, собственно, выражается моя точка зрения? Вот подобное. Любой избиратель, ну, скажем так, если убрать вот эту часть избирателей Александра Сенкевича, которая составляла, ну, скажем, такой более молодежный сегмент избирателя, то, в принципе, как мы все понимаем и знаем прекрасно, возраст, возрастной ценз основной электората, как бы это обидно ни звучало, для избирателей, он достаточно высок. То есть люди голосуют, ну, скажем, даже не за желудок или за кошелек, они очень тактильные. Вот избиратель у нас очень тактильный, ему нужно обязательно что-то пощупать. Вот тогда, если он пощупает и убедится, что вот этот кандидат, это можно называть по-разному, там, подкупом избирателей, технологиями, чем угодно, гречка, покрасил подъезд. Или руку кандидата, в конце концов, пощупать? Ну, это не совсем. А вот, когда кандидат покрасит подъезд, ну, или даст деньги на это, да, какие-то пайки, вот эти дурацкие, продовольственные, да, которые все ругают, но они действуют безотказно. Абсолютно безотказно. И будут действовать всегда у нас безотказно. Вот. То люди будут голосовать. Идем дальше. Когда этот кандидат становится уже депутатом, да, неважно, вот, ну, в данный момент, либо от партии, либо был бы он мажоритарщиком. И если он продолжает таким же образом, ну, не подкупать, а помогать своим избирателям, проталкивать какие-то проблемные вопросы, связанные с ЖКХ, там, ну, с какими-то личные просьбы, да. Они прошли так, как они прошли, по тому законодательству, которое есть. Так вот, люди и дальше будут за него голосовать. А вот если все это происходило только в период выборов, а потом все забылось, как сейчас происходит в большинстве случаев. Причем из того, что никому не интересно расположить вор. Мы в партийной системе живем. Правильно. Но эта система сегодня может быть такая, а завтра может быть другая. Система может меняться. Она постоянно в поисках, как бы, удобоваримости. Ну, сколько-то лет еще городской совет будет в таком составе. И там, и Игорь Удяков, и Александру Сенкевичу нужно либо искать пути взаимодействия, либо воевать друг с другом. Возвращаясь к нашим, извините за выражение, к нашим баранам, да, ну это просто выражение, к нашим будням. К городскому совету, то внутренние, повторюсь еще раз, внутренние политические процессы абсолютно никому не интересны. Важны какие-то результативные вещи. А можно вопрос? Голосование за какие-то результативные вещи, какие-то реформаторские шаги. Ну, то, что, повторюсь, можно пощупать. Если никто ничего не сможет пощупать, абсолютно все равно. Смотрите, Игорь Дятмов на выборах обещал, оплата у снуг ЖКХ вдвое меньше. 16 января исполком Николаевского городского совета, за который проголосовала партия «Оппозиционный блок», как минимум вдвое, а в некоторых домах и втрое, и вчетверо, поднял тарифы на квартплату. И что? Ну, так мы на выборы шли с тезисом, что мы вдвое уменьшим, сейчас вдвое увеличим. Ну, давай, хорошо, давайте. И самая крупная фракция в городском совете, самая крупная фракция, ничего не делается этим, она как бы собирается на рабочих группах, что-то обсуждает, а людям уже приходят платежки. А почему это происходит? Ну, есть мнение, что в городском совете есть какой-то союз негласный или коалиция между мэром города и лидером оппозиции. Так это хорошо или плохо? Вот ваш, как вы считаете? Так я хотим бы вас спросить, я поэтому вас всех и пригласил. Стосовно коалиции, я хочу звернуть увагу на вот эту фотографию за Олегом, где есть мэр и Дятлов. Дуже характерные обличия. Как вы сказали, мэр и Дятлов. Сенкевич и Дятлов. Мэр и Дятлов, в него и писали. Дивите на Сенкевича, тоже такой взгляд, вот, с надеей, так? А Дятлов, с верхней, с верхней и впевненность. Мне кажется, вот с этого союза они как раз выиграли оба, обидва. То есть можно понять, кто из них девочка, да? Кто-то подарил надежду, а кто-то... Надея, это в них выигрыш. Это шутка ниже пояса. Ну, 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 что, что? Действительно, вот, цей союз є вигідным для обоих. И, до речи, вот, якщо, спілкуючись з людьми, з, скажем так, людей, які підтримують Сенкевича, и с опозиционными, також депутатами, они вважают, что и те, и другие, правильно сделал один, правильно сделал другой, есть плюсы, есть минусы. Но они, как раз, вот, цей союз необходим был. Вы считаете, нужен союз? Изначально, естественно, дипломатия – это первый инструмент. Потому что там, где из-за ошибок дипломатов, да, конечная ошибка дипломата, последствия – это война. Война никому не нужна, в любом смысле. Поэтому, чтобы не допустить войны, приходится жертвовать каждой стороне какими-то своими убеждениями, идеалами, целями, для того, чтобы получить все-таки больше. Это компромисс называется. В начале 2016 года. Так вот. Вспомните, когда оппозиционный блок одним из условий своего голосования за бюджет выдвинул принятие городских программ, в которых и прописывается логика выполнения этого бюджета, да. Так вот, если бы, я же про что и говорил, я согласен, Виталий. Так вот, если бы Сенкевич изначально пошел бы публично с табличкой за дипломатию, это было бы логично. И это многие поняли. Саша, а давайте вспомним, я прошу прощения, что перебиваю, давайте вспомним время сразу после выборов. Сразу после выборов. Когда у нас оппозиционный блок в суд подал на результаты выборов. На 20 тысяч голосов. Да. Где это все? Оно тихенько-тихенько сошло очень быстро. То есть, я подозреваю… А как у нас претензии и аргументы сходят вниз? Да. То есть, я подозреваю, что, в принципе, договоренности определенные были уже тогда, с самого начала. Нет. Нет. Ну, я подозреваю. Дело в том, что год понадобился для того, что… Почему мы видим сейчас? Год понадобился для того, чтобы Александру Федоровичу объяснить, как работает система, где его место в этой системе, где его бонус за участие, за работу на этом месте в этой системе. Что вы понимаете под бонусом? Его выгоды. Ну, смотрите, какая ситуация получается. Когда была так называемая коалиция с БПП и нашим краем, да, то на грани одного голоса принимались, помните, принимался тогда бюджет, программы, было очень сложно договориться, но, как бы, оппозиции тогда показали, что мы можем и без вас принимать решения. Потом мэр как-то решил ограничиться, отстранить от принятия решений наш края и БПП, не взял их в испанком. И вот тут, мне кажется, он как будто бы, ну, я не знаю, как это назвать, метафорически подсел на угму, на игму этих 26 голосов. Сейчас происходит такая ситуация, что когда мэру нужно… Он стал аккоманом, что ли? Голосовый. Это вы сказали. Когда мэру нужно провести какое-то решение, ему всегда нужно идти к оппозиции, а там идет, там, там, как бы, другой формат взаимодействия, там ты мне и тебе. То есть, хочешь, хочешь проголосить за это, назначь копейку, ну, сегодня назначили гнодун. Хочешь вот это решение провести, продлить трудовые отношения с Палько, хочешь еще что-то сделать, то есть башь на башь. Про что я говорю, что год понадобился для того, чтобы пояснить, еще раз говорю, Александру Федоровичу его место и показать, что это место дает и как это работает. И когда Александр Федорович это увидел и согласился, мы увидели логический финал долгих отношений, сложных в виде брака, оппозиции и команды реформаторов. И теперь с этого года мы увидим очень много интересных… Бракованная коалиция. Ну, это будет хорошая коалиция. Прежде, друзья мои, ну, давайте, давайте все-таки вернемся к тому, что даст эта коалиция. Коалиция может быть временная, там, соглашательство, договоренности, договорняки, все, что угодно может быть. Ведь важен результат, да? Так вот, какие результаты? Каких результатов можно от этого ждать? От перестановки, там, людей, да, того, туда назначили, этого, сюда назначили. Если не будет результат, то это исключительно внутренне политические, как я сказал, никому не интересное движение. А вот если появятся какие-то реальные результаты… Игорь, я же и начал с того, что система… Вот тогда можно будет… А какие могли бы быть результаты? Ну, совершенно разные, ну, например, ну, я не знаю, там, например, появление крупного инвестора в городе, например. Игорь, я объяснил, что система поглотила, то есть, дракон создан, все, то есть, мы возвращаемся в застой, застой, с легким привкусом демократии, а-ля будут стоять пляжик на Номыве. Не совсем так. Я пытаюсь подчеркнуть, то, что любые политические шаги, любые договоренности в городском совете, там, в областном совете, неважно, вот эти вот ситуативные коалиции, там, и так далее, они, ну, это ничего, ничто не нового под луной, да, ничего нового. Ну, а как же принципы жизни? Никто ничего нового не придумывает. В принципе, это все придумки, как это, придумки демократов, да, на самом деле, демократия, вот это и есть демократия, настоящая. Потому что мы можем взять любой, ну, скажем так, невзирая на то, что это художественное кино, любой политический сериал, самый популярный, да, там, норвежский, датский, американский, там, не важно какой, да, и посмотреть политический сериал. Знаете, что такое ваша демократия в цифрах? Это взять, например, 300 миллионов, 3 года, и передать на теплый дом в цифрах, это взять должность вице-мэра и отдать оппозиции, управдома, оппозиция, но в администрации, оппозиция. Я говорю... Это хорошо или плохо, Олег Анатольевич? Да. Олег, Игорь говорит про то, что мы должны оценивать только с точки зрения города. Это неплохо, но тогда зачем изначально говорить, что это зло, это преступники, это бандиты, и с ними я не буду иметь дело, и на этой волне человека избрали. А кто-то говорил? Ну, я так считаю, что именно об этом говорил мэр города, когда шум на выборах. Вы считаете, что Александр Федорович на выборах говорил, что это зло, и я никогда не буду с ним иметь дело, а сегодня фактически имеет с ним дело, и вы это называете браком по расчету или новой коалиции, то это плохо для Александра Сенкевича, потому как он на выборах говорил, что он этого делать не будет. Я правильно вас понимаю? Ну, а напрашивается вопрос, плохо ли это для города. Я правильно вас понимаю? Я только что говорил, важен будет результат. Мне кажется, что тут как бы три... Нужно тогда критерии результата вывести. Да, вот, совершенно правильно. Я хотел бы об этом говорить. Для кого это будет хорошо или плохо? Для города? Или для оппозиционного блока? Нет, нет, я говорю о городе. Или для Александра Сенкевича. Для города, да. А не бывает же результата вот такого общего, абсолютного. Бывают результаты для каждого свои. Вы с этим согласитесь? Нет, не соглашусь. Союз и, скажем так, единодушное голосование практически за все вопросы в городском совете, это может быть как и злом, но и также и добром для, допустим, того результата, о котором вы говорите, для города. Правильно? Но если депутатский корпус сольется в таком экстазе и будет отсутствовать оппозиция как таковая, кто же будет отдергивать в какие-то моменты, когда решения будут, наверное, не такие полезные, правильные для города? Не думаю, что оппозиция полностью исчезнет, она обязательно будет не в этом виде, так в другом виде, не в этом составе, так в другом. Без оппозиции не бывает. Даже если она будет искусственна, абсолютно искусственна, она все равно будет. В лице одного депутата, двух, десяти, неважно. Но за этот год, за 2016 год, когда Александр Федорович стал, как мне кажется, и для себя тоже, я думаю, сам этому результату удивился, стал мэром города, и за этот 2016 год и мэр, и депутатский корпус, и оппозиционный блок, они пошли большой путь. Да, и вы видите, что только сегодня Александр Сенкевич начинает самостоятельно менять на новых людей, начальников управления, руководителей. Самостоятельно? Самостоятельно? Мы об этом сейчас поговорим, да. Ну как, подписывает распоряжение, берет персональную ответственность на себя мэр. Он лично ставит подпись под договором или под контрактом. То есть он также лично увольняет? Беря на себя конкретную персональную ответственность. Я думаю, вы знаете, что практически 90% всех тех решений, которые принимаются в городе Николаеве, зависят и лежат в сфере компетенции одного человека, мэра города. Городской совет, на самом деле, как бы его там не гиперизировали или не увеличивали его значимость, да, всего лишь голосует, там, в общем-то, если взять такие глобальные вопросы за бюджет, и всего лишь утверждает замов городского головы. Все остальные решения, это начальники управления, это директора школ, это главврачи больниц, это руководители коммунальных предприятий, принимают решения один человек, это мэр города. Поэтому ответственность сегодня на Александра Сантьевича огромная и ожидания огромные. Природный это союз, естественный это союз или неестественный. Когда оппозиция, которая заявила, что мы оппозиция, да, скажем так, соединяется, сливается, поглощает что угодно, власть как таковую, она тогда уже перестает быть оппозиция. Тогда она берет полностью всю ответственность, как вы тоже об этом сейчас сказали. И за этот исполком, который они избрали, а исполком сегодня, допустим, поднял тарифы или будет принимать еще какие-то решения, то, безусловно, уже рассматривать оппозиционный блок как оппозиционную партию, ну, уже, наверное, не совсем будет правильно. Вспомните, как Александр Федорович в начале своей каденции, знаете, как у любого политика должен быть враг, или настоящий, или искусственный, выдуманный, на которого всегда можно что-то сам спихнуть. Ну, в России, вот недавно был враг Барак Обама, на него все можно было списывать, у нас сегодня это враг Россия, мы на них все списываем, правда, неправда, все у нас во всем виновата, допустим, Россия. У Александра Сенкевича на первом этапе был, кто враг? Дятлов. Дятловый оппозиционный блок. Он на всех эфирах, везде всем говорил, там, улицу не убрали, это оппозиционный блок. А кто сейчас? Не дает мне там, допустим, убирать. Вот я к тому и веду, что сегодня у Александра Сенкевича уже нет этого врага, на который он мог для своего избирателя, который всегда благозвучно это воспринимал. А я думаю, что оппозиционный блок, он уже озвучил врагов, он уже озвучил врагов, он уже озвучил врагов, несколько раз, вы просто не услышали. Кто, желтая пресса или кто? Да вы что? Первое. Несовершенное законодательство. Второе. Гнусные уроды в Кабмине, которые не дают денег на порты. Не дают Автодор. Подожди, он уже нашел внешнего врага. Правительство законы. Я хочу, но не могу, потому что не дают. Поэтому, Александр, вы согласитесь, что результат, который мы должны будем увидеть, я думаю, что первый результат, это, наверное, будет по полугодию, ближе к лету, а окончательный результат мы сможем увидеть в конце года. Вот какой этот результат будет для города, какой этот результат будет для Александра Сенкевича и какой этот результат будет для оппозиционного блока, мы увидим. Видимо только одно, что Александр Федорович по прошествии всего этого времени, бодание с оппозиционным блоком и так далее и тому подобное, понял одно, как мне кажется, что ему гораздо проще договориться сегодня с оппозиционным блоком, чем иметь постоянные какие-то ситуативные договоренности, удовлетворять хотелки и тому подобное других фракций, других партий. И я, как мы все с вами, я думаю, с этим согласимся, сегодня на самом деле избрана та конфигурация, наверное, во многом еще и благодаря вмешательству и областной администрации, выбрана та конфигурация, в которой всем на самом деле удобно. На самом деле удобно. Поэтому самое важное, Игорь, я вот с вами здесь соглашусь, чтобы в результате выиграл город. Потому что там выиграет Сенкевич или выиграет Дятлов, это должно интересовать Игоря Дятлова и Александра Сенкевича. Нас с вами должно интересовать, выиграет ли в этой ситуации город, смогут ли реализоваться те проекты, которые намечены. А я пока не видел на сегодняшний день и не слышал из уст мэра, ну там, ну пляж, что-то там, да, какие-то серьезные и масштабные проекты, которые были бы презентованы и заявлены для города Николаева. Я пока их не видел и не слышал, да. Я не знаю, может быть вы слышали, да. Поэтому мы увидим, смогут ли они это реализовать. И не получится ли так, как это получилось в прошлом году, когда при таком огромном бюджете развития, 800 миллионов, никогда не было такого бюджета развития в городе Николаеве. Ни у Олейника, ни у Чайки, ни у Гранатурова. У Сенкевича уникальная возможность. Я вижу, что хочет вам что-то возвращать. Уникальная возможность. И в прошлом году 183 миллиона остались нереализованными. Ну, это Виталий очень много говорит, но такая подводочка есть до самого главного. Вы говорите про великие процессы, да, о коалиции, про друзей Сенкевича. В этом плане, как раз, есть очень серьезный момент. Это новый союзник Сенкевича. Все процессы, которые связаны с коалицией, с обранием нового секретаря, начались, когда появился новый губернатор Алексей Савченко. Поэтому это сильный союзник. На это нужно всегда оглядывать, думать. И как раз эта фигура достаточно сильно влияет на свой процесс. Это союзник или куратор? Наставник. В каких-то моментах наставник, куратор. Цікавая речь. А чем он взял мера? Чем он его подкупил? Обычно происходит все-таки некоторое сначала трение, если так посмотреть на взаимоотношения даже исторически меров городов и губернаторов. Он появился в нужный момент. Когда ему было плохо, он не мог распределить эти свои усилия. Съявился Савченко и допомогу ему. Сразу же нужно вспоминять. Всех помирил, всех рассудил и всем сказал, ребята, давайте жить дружно. Вы об этом хотите сказать? И про это также. На самом деле это не только Николаевская. Николаев один из городов. Это система. То есть назначаются губернаторами. Задача которых гостить конфликты и готовить админресурс. По сути. То есть держать властям везде. И речь идет про юго-восток, естественно. Поэтому то, что мы видим в Николаев, в принципе происходит и в других городах. То есть это сейчас неформальная политическая воля нашей верхушки. Если взять соседнюю Одессу, там губернатор совершенно не влияет на процесс. Ну, это того сейчас. Ну, Саакашвили не Саакашвили. У него наоборот были... Я говорю, что это вот, заметьте, в нескольких областях поменялось на юго-востоке. И если мы говорим про то, давили либо нет. Я считаю, что там скорее всего использовали метод финансирования. То есть, в принципе, почему Стезенкевич страдал. То есть государственные субвенции. То есть кто договорился, кто слушает губернатора, тот получает финансовые плюсы. Кстати, самое интересное, как вы считаете, это хорошо или плохо? Вот мы сейчас ищем, хорошо или плохо, есть результат или нет. Европа говорит очень четко, что необходимо децентрализировать. И вот это ручное управление местным самоправлением недопустимо с точки зрения норм европейского... Губернатора отдельно. ...европейской демократии. Да, но с другой стороны, смотрите, ведь если судить по нашему примеру, да, пришел губернатор... На сессию, избирает секретаря. Помирил всех. Избрали секретаря. Секретаря до того. Избрали секретаря, которые долго не могли собрать. Европейско-американские, да, вот принципы, ну, классика демократии говорит о том, что местная община, вот люди, которые мы живем здесь, мы должны сами определять, как мы живем. В краткосрочной перспективе это хорошо, а в краткосрочной перспективе это плохо. Да, это недопустимо, это не демократия. Не должно государство влиять. Ну, вот вам любой человек, мне кажется, как Игорь сейчас подскажет, любой Николаевец скажет, а мне все равно, мне главное, чтобы был результат, мне главное, чтобы было спокойствие, мне главное, чтобы было тишина. Правильно, вот такая позиция, такая позиция привела уже к 20 тысячам трупов на Востоке, потому что все говорят, ну, вот дайте мне сардельку сейчас, дайте мне гречку сейчас, а дальше они разберутся. Так почему так говорят? На Западе пришли к этой системе демократии именно потому, что они уже потеряли от голода, от войн, от холода, они поняли, как работает система управления государством. И даже враги, да, оппозиция, власть, неважно, они признают определенные правила и соглашаются по доброй воле, потому что знают, иначе будет печально, и каждый потеряет. Ну, это спорный момент, я хочу вот еще на что обратить внимание, дорогие коллеги, давайте немножко раньше, чем раньше появления Алексея Юрьевича Савченко. Чуть-чуть раньше, когда у нас появился Бирюков, когда у нас появился Нойниц, сотоварищи, да, и, то есть, это было немножко раньше. Как представители президентской вертикали. Да, ну, то есть, Бирюков стал, стал руководителем областной организации, да, партии. Партии Бока Петра Порошева. Вот, а Александр Нойниц, это некая команда пиарщиков, то есть, которая приехала вместе, и основной целью, причем это как бы не скрывалось, то есть, это не кулуарные разговоры между собой, там, в открытую говорилось изначально достаточно широко, то есть, цель приезда, да, вот цель этой вот команды, это разбить оппозиционный блок. Просто разбить, то есть, не дать им вообще деморализировать, вот, то есть, вся, вся эта каша, как бы, как бы, я подчеркиваю, как бы, начала завариваться вот тогда. В результате мы видим то, что никакой каши нет, никаких расколов нет, а наоборот идет спайка. То есть, умиротворение, а это уже умиротворение, как правильно заметил Федор, вот, как правильно заметил Федор, с появлением губернатора началось умиротворение. Ну, примерно об этом, примерно. Где у нас Юрий Бирюков, не слышно и не видно. Он занимается, нет, правильно, но он занимается уже своими, как говорится, прямыми делами, там, АТО, там, и там. Примерно об этом говорила Светлана Таранова, когда происходило назначение сначала Александра Мельчука, а потом, впоследствии, вероятное назначение Олега Кресенко, тоже бывшего члена партии регионов. Тогда она обратилась к губернатору с официальным письмом, как депутат городского совета, она говорит, обратите внимание, происходит реванш регионалов в области. Потом она пришла к нам в студию спустя месяц и сказала, что ей... В городе Николаеве, происходит реванш регионалов, правильно поправили. Она пришла к нам в студию, говорит, губернатор мне ответил, извините, вот, Конституция, я никакого отношения не имею к городскому совету. Но только тот же самый губернатор у себя на странице в Facebook писал, что мне пришлось вмешаться и избрать секретарем Татьяну Казакова. Вы хотите сказать, Олег Анатольевич, что есть де юре, а есть де факто? А, кстати, о секретаре городского совета. Ну, вот, давайте посмотрим, а на что сегодня влияет секретарь городского совета и, в принципе, ее роль, его роль, как секретаря. А чем Олега зависит, я вам скажу? А чем Олега зависит? Потому что, когда был Владимир Коренюкин секретарем городского совета, его роль переоценить, ну, как бы... Так вот, я к чему и веду. Ну, вот, то есть, результат договоренностей, вот этой ситуативной коалиции, да, ну, большинство, там, коалиции, неважно, Татьяна Казакова, Татьяна Викторовна Казакова, как секретарь горсовета. Человек, ну, изначально это, как бы, говорилось и объяснялось, что это человек нейтральный. Ну, хорошо, нейтральный, ну, а зачем? Помните, как она нейтрально заявила, что меня выселяют из кабинета? Ну, а зачем? Ну, вот, ну, зачем? Зачем секретарь горсовета, который, ну, просто секретарь горсовета? Ну, и что? Ну, у нее, как бы, возможно, все впереди, нужно... А, может, так сказать, зачем это депутат? И, может быть, один... А я об этом все время говорю, а зачем депутаты? Правильно. Ну, так, правильно, я всегда об этом говорю. Я абсолютно впевнен, что час Казакова еще не настав. Месяц, два, три, вона досыть будет активно включатись в процессы. А чем это все? В мерских амбициях ее иметь? Можливо, и так. Почему бы не? Красива жинка, перспектива. Нет, женщина-мер это красиво, во-первых. И в тренде будет, особенно, когда Юлия Владимировна заявит о своих амбициях президентских. И потребный час. Час и досы. Ну, интересно. Вот и результат. То есть, мы все ждем какого-то результата. Я вам скажу, что сейчас, в данный момент, если вы проанализируете и вспомните раньше фигуры, то это идеальный и лучший секретарь горсовета, именно потому что... Она нам не платила, если что, я просто сообщаю. Да, мне тоже. А мне? С того я поделюсь, хотя мне не платили. Так вот, это идеальнейший, самый лучший секретарь горсовета за всю историю Николаева. Для мэра города или для города? Стоп, для города. Именно потому, что она не является сейчас каким-то ставником конкретной политической силы. Да надо. Стоп, стоп, стоп. Мы только что говорили, что она была назначена благодаря губернатору. Коалиция. Нет, 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 нет. Она не является регионалом, она не является суперсторонником БПП, вот, интересной партии и самое главное. Она между ними. Так вот, роль, вспомните, насколько часто из-за того, что секретарь горсовета был очень суперсильным, влиятельным человеком, принадлежащей определенной партии, какие были конфликты с Чайкой? Когда роль секретаря, подача документов и так далее. Лучше всех это знает присутствующие в зале тогда. Реально секретарь горсовета должен работать с документами. Он не должен влиять. Он не должен препятствовать тому, чтобы принятые решения горсоветом... А кто же тогда будет защищать депутата, как помните Сергея Исакова, которого выгонял Синкевич из заседания исполкованного? Защищать, быть посредником. Кто же будет защитником депутата? Равноудаленно всех, да, это его роль. Но влиять на политику, пользуясь тем, что через него проходят документы, как это раньше было, не дадите денег, а я не подам вовремя. Вы согласны? Вспомните конфликт Чайка-Горсовет, а мы тебе не дадим. Нет, секретарь горсовета это технический работник. В идеале. И вот сейчас у нас впервые появился технический классный работник, который не мешает городу. Знавы сделал для журналистов. Вот, отлично, отлично, Саша. Вот об этом и нужно постоянно говорить. О том, что секретарь горсовета это всего лишь технический работник. Клерк высшего уровня, но клерк, который занимается документами. Я бы так не оценивал Татьяну Казакову. Мы не говорим о Татьяне Казаковой как о человеке, мы говорим о функционале. А человек же место, что первично? Человек или должность в этом случае? Что первично, я не понимаю, почему вы начали, если взять историю нашего города в 10-летнюю давность. Я не помню случая, чтобы секретарь совета был какой-то фигурой альтернативной городскому городу. Или выступал в оппозиции, выступили о Владимире Коренюгине. Я сейчас скажу. В сумме о Владимире Коренюгине, Владимир Иванович Коренюгин безусловно обладал гораздо большими неформальными возможностями, чем обладает обычный секретарь городского совета. Перейти в здание напротив, подняться на этаж губернатора. Потому как Владимир Иванович Коренюгин был представителем партии большинства. И безусловно он был определенным центром принятия решений, где собирались депутаты. Я хочу сказать, что секретарь совета, в первую очередь, это все-таки коммуникатор. Это коммуникатор между депутатскими фракциями. Это человек, который может... Чему независимый, тем лучше. В первую очередь, организовать работу депутатского корпуса. Организовать работу комиссии. Потому как основная же работа депутатов городского совета происходит не на сессии, которая там один раз в месяц, а на ежедневной работе комиссии. И у Татьяны Викторовны Казаковой, мне кажется, сегодня она уловила эту... Наконец-то уловила этот... Тренд. Да, тренд, это ожидание, которое было у всех, создать комфортные и нормальные условия и для журналистов, и для депутатов, и в том числе для николаевцев-избирателей, которые могут наблюдать за тем, что происходит на комиссии. Поэтому она, безусловно, сегодня с этой ролью справляется. Но я с вами вполне соглашусь, что Татьяна Казакова – это человек с достаточно серьезными амбициями. Человек с достаточно такой системной и сформировавшейся, мне кажется, уже позицией и руководителя, и политика. И я не удивлюсь, я с Эдером здесь согласен, что через какое-то время Татьяна Викторовна Казакова сможет заявить о себе уже... И это нормально, здесь нет ничего страшного. Это как раз идеальная ситуация, если человек выполняет свою работу, честно, и имеет какие-то места. Намного хуже, когда человек, занимая должность, начинает зарабатывать все политические очки за счет своей должности путем устраивания конфликтов, перетягивания дела на себя и так далее. А если человек вот здесь, я работаю, а там... Вы знаете, мне кажется, главный критерий в этой ситуации, главный критерий – это максимальная публичность. Это максимальная публичность и открытость. Вы критикуете Александра Федоровича? Это то, о чем говорилось. То, чего не было, к сожалению. Понимаете, у нас сегодня многие люди с появлением Фейсбука, они, допустим, оценивают уборку улицы, снега, или еще какие-то вещи. Занимаются контролем за ремонтом дорог. Оперируя базой своей памяти двух, трех, четырехлетней давности. То есть у людей совершенно нет памяти, знания того, что было в этом городе, как происходили процессы во власти. И по объективным, и по субъективным причинам. Потому как, безусловно, раньше освещение деятельности городского совета было на крайне низком уровне. И вот это сегодня беспрецедентная, как мне кажется, открытость, которую сегодня демонстрируют и Татьяна Казакова, и депутаты городского совета. Ну, я не могу обвинить мэра в том, что он закрыт. Может быть, у него есть, как он сам признал, определенные проблемы в общении с журналистами. И Киви Невариши. Которые, к сожалению, он иногда даже усугубляет, к сожалению. Но максимальная открытость, на мой взгляд, это главный критерий успеха развития и страны, и города. Потому как, когда происходят подобные союзы, они могли бы произойти тихонечко, в фуланах, жали друг другу руки, выпили три рюмочки коньяка, и все. А вы знаете о киркесе, да? А мы уже сами об этом, как они сидели и на добром вечере. С другой стороны, мы все должны благодарить за то, что они собираются, они это делают, они собираются в этом союзе. А вот благодаря вам, Лехан Солич. И тогда у нас появляется возможность что-то обсуждать в этой передаче. Да, благодаря вашим коллегам, благодаря тому, что в городе Николаевске становится все больше и больше средств массовой информации. Благодаря этому, мне кажется, это главная запорука того, что не удастся ничего утаить, не удастся обмануть. Говорите на эту камеру и будем вращаться. И все ошибки, которые допускают политики, осознанно, неосознанно, все эти ошибки, благодаря тому, что максимальная сегодня кубличность, открытость и избиратели, Николаевцы все это видят, будут главным критерием, правильно они это сделали или неправильно. Я бы сказал, что это сейчас на данный момент самый закрытый мэр, самый закрытый. Не надо говорить про открытость, то, что можно подойти и сказать, Александр Федорович, здрасте, пожать руку, либо побегать за ним с камерой, найти, поймать, и он таки даст вам интервью. Передача за передачей, очередь за очередью. Каждый раз мы будем открывать мэра города в этой студии, открывать то, что происходит в городском совете, в его кумарах, в его кабинетах, в его коридорах и обсуждать здесь. Все, все. Можно было больше записать, ты мог бы порезать, ты мог бы порезать. Так классно вывозить. Ладно, давай дальше. Нет, ты можешь, я, смотри, Олег, там было очень много воды, ты порежешь там. Слушайте, о чем вы хотите обсуждать? Какая уже Казакова? Подожди, ты хотел поговорить. За Казаковой вы не платили, Левайл? Подожди, какая уже Казакова? Послушайте, много тоже губернатора мы уже обсудили. Во-первых, не обсудил кадровую политику. Да, и губернатора вообще в скоте. Да, да. Если хотите, мы можем... Слушайте, друзья мои, смотрите, смотрите, у вас какая-то демократия. Не нужно продолжать записывать. Все, закончили, значит закончили. У нас просто через какое-то время будет возможность, ну в этом составе или в другом составе, собраться и обсудить, захватить, захватить какие-то вещи, которые особенно... Мы совершенно не поговорили вот о Невенчаном, о Демченко, о Рухананове. А оно стоит того? Конечно стоит. Невенчаный? То есть как работает? Пиши, пиши, пиши. Посмотрите, да, кто становился у партии власти. Кто делал партию власти в период выборов, это одно, а кто становился потом. И если кого-то из них вы найдете похожим на Максима Невенчанного по уровню, то я, ну да, я сильно удивлюсь. Поэтому... Что вы имеете в виду? Ну, патриоты могли честные бегать с шашечками, без денег, стоять с табличками за любую партию. Быть формальным лидером областной организации, когда не было денег и нужно было делать. Но, как только партия брала власть... Совсем другие люди. Моментально, месяц, два, полгода, ставились человек, который был нужен. Который будет финансировать партию и зарабатывать в ней. Не важно. Но нет ни в одной партии, которая пришла ко власти, случайных людей. Или бла-бла-бла. Ну, мы знаем, что такое. Случайных не хватает. Мне кажется, очень важно. Нет, лидерами? Кто? Знаешь, Александр, мне кажется... Ну, кто балбес такой, как Макс? Давайте говорить в открытую. Мне кажется, знаете, дело тут даже не в Максе. А дело еще и в том, что, к сожалению, вот мы начали говорить о том, хорошо или плохо это вмешательство губернатора. Да, сегодня кто-то говорит, а выполнили президент и партия Бога Петра Порошенко главное свое обещание, которое они давали, отдать всю власть Советам. Децентрализацию до конца, отдать власть тем депутатам, городским, областным, районам, которых избрали люди, чтобы они в конце концов формировали исполнительную власть. Не было вот этого дуализма, когда, допустим, сегодня в областном совете депутаты областного совета практически лишены серьезных системных полномочий. А начали мы с раскола или не раскола оппозиционного блока. Мне кажется, что мы с вами, к сожалению, являемся в этой ситуации определенными статистами. И от того, какое решение будет принято в Киеве между Ренатом Леонидовичем или Сергеем Владимировичем, мы на это с вами и наши депутаты городского или областного совета, к сожалению, никак повлиять не сможем. Но на нас же повлияет это решение. Потому как политика, к сожалению, строится у нас не снизу вверх, а сверху вниз. И партии как были, так, к сожалению, пока и остаются такими некими акционерными обществами, которые, к сожалению, не слышат ни местных лидеров, ни местных депутатов. Я уже не говорю там о избирательных. Это естественный процесс. Нельзя сказать, что это плохо или хорошо. Это процесс естественный. И даже когда, если произойдет определенное деление на две партии, на три партии сегодняшнего оппозиционного блока, раз уже мы с ним начали, давайте уже им завершим, ничего в этом страшного нет. Ничего в этом страшного нет. Может быть, появятся новые лидеры. Я в этом никакой проблемы не вижу. Главное, на мой взгляд, главное, на мой взгляд, то, чтобы те политические силы, те политические лидеры, которые берут на себя ответственность выходить перед избирателями и о чем-то говорить, были честны. И если они в начале своей избирательной каденции говорят, что мы не будем сотрудничать со злом или объединяться со злом, значит, они не должны объединяться со злом. Значит, они должны придерживаться четко своей позиции. А если говорят одно, а делают потом принципиально другое, то вот это, как раз, мне кажется, и порождает вот это главное недоверие и главную неприязнь у наших людей, которые говорят, политика это грязное дело, политика это вообще там самое-самое ужасное и самое печальное, что происходит. Поэтому открытость, публичность, максимальное внимание нас и николаевцев через, благодаря средствам массовой информации, главная запорука того, что постепенно, 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 какими-то маленькими шажками мы будем двигаться к тому, чтобы был тот результат, который... Да, Игорь, чтобы это был эволюционный путь, а не революционный путь. У Воронова нет мужских комбитций? Есть. Ты знаешь, вот вы все это говорите, я теперь не понимаю, но чем мы закончим в итоге? Мы закончим... Рукопожатие! Не, мы уже закончили, вот когда я тогда закончил... Ты можешь порезать, ничего страшного, ты потом всталишь, хорошо. Мне концовка должна быть, а вы начали тут... Олег, возьми с него денег, ну что ты... Где же Деменчанова? Закончим Вороновым. Может станет хорошей традицией, наша программа будет завершать Игорь Пух. Игорь, вам финальное слово. Да, да, ну как... Хочу возвратиться к своим словам и завершить программу очень кратко. Давайте ждать, вернее не так, давайте не ждать, а давайте посмотрим на результат вот этого всего. Вот когда мы увидим результат, тогда мы сможем более развернуто уже не говорить не о предполагаемых каких-то вещах, да, не в сослагательном наклонении, вот если бы так произошло бы, а уже располагая конкретными данными, конкретных результатов в нашем городе. Поэтому до встречи в эфире, до свидания. Идеально было бы выпить за результат, но ты не налил шампанского. Уже шампанского? Все, финал, финал. А давай, ты пишешь, пиши, пиши. Я тебе говорю, это круто, да. Будет очень круто. Ну а чего, прикольно? Может быть и прикольно. Так, все, это можно снимать, да? Так, снимаем, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова